Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самарской области отменили ряд антиковидных ограничений для школьников и назначили единый день вакцинации. Решение приняли на заседании областного оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Его провел председатель регионального правительства Виктор Кудряшов. Как теперь будет организован учебный процесс в школах и где можно сделать прививку от COVID-19, расскажем в сюжете. В Самарской области ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией остается напряженной. Несмотря на общее снижение числа заражений, большое количество заболевших фиксируют среди взрослого населения старше 50 лет и среди малышей до года. По данным областного Минздрава, в регионе на амбулаторном лечении находится 4127 жителей региона с подтвержденным коронавирусом, что на 36% меньше, чем на предыдущей неделе. Госпитализировано более полутора тысяч человек. Расход кислорода составляет 19 тонн в неделю. В настоящее время развернуто более 1900 инфекционных коек в 29 больницах. Мы сократили количество красных зон, практически довели их до штатных фильтр-боксов в настоящий момент и возобновили работу амбулаторно-политенического звена по плановой работе. В регионе имеются достаточные запасы всех групп лекарственных препаратов для лечения COVID-19. Планируемые объемы поставок также создают уверенный запас по отдельным позициям более чем до полугода. У РВИ заболели 12 908 жителей, вне больничной пневмонии 476. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но по сравнению с прошлой неделей, по вне больничной пневмонии впервые за пять последних недель отмечен рост на 5,8%. Специалисты связывают это с тем, что часть заболевших затягивают обращение к врачу, чем усугубляют течение болезни. Все равно порядка 500 человек у нас еженедельно попадают в больницы с поражением легких. И это представляет серьезную угрозу их здоровью. И, к сожалению, у нас впервые на этой неделе действительно тенденция изменилась. И у нас прирост по сравнению с прошлой неделей людей с пневмонией. У нас остались практически одно ограничение. Это масочный режим. Многие сейчас этим пренебрегают. Поэтому я попрошу муниципалитета все равно продолжить рейды. Тем временем Федеральный Роспотребнадзор рекомендовал смягчить коронавирусные ограничения для школьников. Речь идет об отмене закрепления за каждым классом отдельного учебного помещения. Отменено требование о разработке расписания с разным временем начала уроков и перемен. В местах проведения экзаменов отменяется соблюдение социальной дистанции в полтора метра и зигзагообразной рассадки учеников. Рекомендовано отменить обязательное предъявление медицинской справки для детей, которые были в контакте с ковид-пациентами. Разрешается стопроцентное заполнение детских лагерей. Остается необходимость вакцинироваться. В регионе выполнено 84% от плана, привито 54% населения. 42% привито повторно. Должен сказать, что снятие ограничений, связанных с деньгами QR-кодов, конечно, снижает интерес к вакцинации. И, соответственно, остается только мотивация и разъяснение как основные инструменты для повышения и достижения необходимого целевого показателя. В следующий понедельник, 4 апреля, в регионе решено провести единый день вакцинации от COVID-19. В Самаре можно будет привиться с 9 утра до 20 часов на базе областной научной библиотеки. Также запланированы дополнительные пункты в других муниципалитетах с выездом мобильных бригад. По заявкам на дому смогут привиться граждане старше 60 лет. Напомним, что на территории области открыты 200 прививочных пунктов. Некоторые из круглосуточных перевели на 16-часовой режим работы. Светлана Кудрявцева, События. За сутки в Самарской области зафиксировали 423 случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в регионе 374 351. Такие данные во вторник 29 марта опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 1198 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписался 356 041 пациент. Снижение заболеваемости ковидом не повод забывать о вирусе. В Самарской области продолжается прививочная кампания. Специалисты отмечают, что вакцинация особенно важна для людей старшего поколения и людей с хроническими заболеваниями. Почему это так важно, расскажет Михаил Ермоленко. Хронические заболевания дают о себе знать. И чтобы не усугублять ситуацию еще и ковидом, пенсионерка Татьяна Калашникова сделала прививку. Заодно позвала с собой на процедуру и мужа. Татьяна Калашникова в прошлом соцработник и сама прекрасно понимает ответственность перед людьми. Поэтому они с мужем вакцинировались сразу, как только появилась возможность. У меня, к сожалению, сестра болела в 2020 году ковидом случайно без температуры, без всего. И вы знаете, у нее было поражение где-то 45%. Она чуть не умерла. И после этого я даже не задумываюсь. Сразу мы сделали прививки. В решении привиться немалую роль сыграл социальный работник. Для многих пожилых людей этот человек – единственный способ получить достоверную информацию о вакцинации и ее пользе. На попечении Зои Гороховой семья Калашниковых находится с 2018 года. Соцработница не только рассказала о вакцинации, но и продемонстрировала ее пользу на своем примере. Сама Зоя Владимировна привилась уже давно. Говорит, что этого требовала специфика ее работы. В Центре социального обслуживания, в котором работает женщина, привито 96% сотрудников и порядка 60% подопечных. Мы должны обезопасить не только себя, но и наших подопечных. Потому что мы общаемся, ходим в поликлинику, по магазинам, ездим в транспорте. Общаемся с людьми разными. Спад заболеваемости COVID-19 – не повод забывать о вирусе. Особенно важно помнить о необходимости защитить здоровье людям пожилого возраста и людям с хроническими заболеваниями, которые находятся в группе риска. Они, как правило, переносят болезнь тяжелее, отмечают специалисты. Самым надежным методом защиты остается вакцинация. Сейчас пройти ее можно в одном из 200 прививочных пунктов региона. Михаил Ермоленко, События. Утро вторника застало самарцеврасплох. Город на несколько часов оказался во власти сильного снегопада. При этом уже во второй половине дня установилась плюсовая температура до 6 градусов тепла. И выпавший снег начал стремительно таять. Чтобы не допустить подтопления, слякоти на дорогах и попадания талой воды в подвалы домов, необходимо уделить особое внимание работам по откачке воды. Такую задачу профильным ведомствам и руководителям районов Самары поставили на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Во время откачки воды отдельно проработают участки дорог и улиц, где не так сильно развита система водоотведения через ливневки. В первую очередь это касается Кировского и Куйбышевского районов Самары. Сегодня для откачки воды городские службы планируют задействовать спецтехнику и в ночную смену. В Самаре продолжается аварийно-ямочный ремонт. Он входит в список обязательных работ для поддержания нормативного состояния автодорог. Продолжают приводить в порядок улицу Магистральную в Кировском районе. С места ремонта репортаж Сергея Кизоркина. С 9 вечера на улице Магистральной в поселке Зубчининовка в прямом смысле слова кипит работа. Пар от специальной асфальтовой смеси поднимается в небеса, а бригада рабочих аварийного ремонта из пяти человек продолжает методично приводить в порядок проезжую часть. За ночь предстоит залатать около 150 квадратных метров дороги. Аварийно-ямочный ремонт входит в список обязательных работ для поддержания нормативного состояния автодорог в Самаре. После какого времени по этой уже отремонтированной участке дороги можно ездить? Через час. Здесь будут стоять знаки. Да, остается у нас рабочий, который показывает движение автомобилям. Эта технология для Самары не в новинку. Сначала дефекту на дороге придают правильную геометрическую форму. Осушают, а перед самой заливкой асфальта из получившейся карты выдывают грязь и влагу. Здесь привели в порядок свыше 500 квадратных метров дороги. Специалисты обещают полностью закончить работы через 2-3 ночи. А это еще 330 квадратных метров аварийно-ямочного ремонта. Всего на улице Магистральной обновят почти тысячу квадратных метров дорожного полотна. Подрядчики учитывают все особенности того или иного участка и выполняют не только аварийно-ямочный ремонт, но и откачивают талую воду. В тандеме работают инженерные системы совместно с подрядной организацией. То есть инженерные системы с помощью автомобиля «Лосос» откачивают воду, а подрядная организация уже непосредственно заливает аварийные ямы. Основные работы здесь ведут ночью, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Так как здесь, кроме жилого массива, располагаются заводы, складские помещения и рынки. К тому же активное таяние снега, которое происходит преимущественно днем, осложняет работу дорожных служб. 6700 квадратных метров автодорог Самары уже привели в порядок. Это почти половина от запланированного объема. Таким образом, свыше 80 локаций на уличной дорожной сети города стали безопаснее и удобнее. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Коммунальные вопросы и капитальный ремонт стали самыми актуальными среди тех тем, с которыми самарцы пришли на прием к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Подробнее расскажет Мария Левина. За помощью депутата Госдумы обратились жители дома 147 по улице Куйбышева. Дом Уструковского, как его принято называть, хотели признать аварийным, однако по решению специальной комиссии не стали. Но и долгожданный капитальный ремонт никак не могут начать. Ну, трещины вот у них по потолку, трещины, по стенам. Ну, от того, что у них пошли трещины, вам они, так сказать, какую-то создают проблему? Почему-то говорят, что вот через них могут признать все-таки дом аварийным. В техническом заключении же какие выводы сделаны? Что все-таки надо проводить работу по усилению, конструкции. Не просто же так они подписали, что на веки вечный дом не аварийный. Поэтому надо усилять несущие конструкции. Дело осложняет и то, что собственник одной из квартир, в которой пошла трещина, отсутствует. Мы проводим сейчас ремонт окна, пока именно в том месте. То есть ремонтируем деревянный оконный рамок, его обеспечиваю исцеление. И батарею нашу монтируем и ставим туда. После установления факта юридического отсутствия этого нанимателя, если он подтвердится, мы не ставим плановый ремонт и ремонтируем уже полностью. У меня большая просьба, Сосанович, грузитесь, пожалуйста, в этот адрес Куйбышев 147. И нам обязательно нужно его капитально отремонтировать, потому что фасад и крыша он в плане у вас стоит. Ранний парламентарий уже способствовал закрытию бара, который располагался в подвале этого дома и приносил массу неудобств жителям. Однако бар закрыли, а помещение со всеми коммуникациями все еще находится в частной собственности. Жители намерены добиться от собственника как минимум вернуть первоначальную планировку подвала. Благодаря вмешательству Александра Хинштейна жители получили контакты с собственника и заручились дальнейшей поддержкой парламентария. Среди вопросов, с которыми самарцы пришли на прием к депутату, также маневренное жилье и работа недобросовестных УК. Кроме того, жители города поделились идеями своих общественных проектов. Мария Ильевна, Григорий Плешаков, События. В Самаре снизилось количество подростков, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних, а также количество преступлений на улицах. Об этом рассказали в городской администрации на заседании комиссии по профилактике правонарушений, подводя итоги работы в 2021 году и определяя основные направления на текущий период. Снизилось и количество преступлений, совершенных подростками. Работа в этом направлении стала одной из основных в муниципальной программе по профилактике правонарушений на 2022-2024 годы. Представители городских профильных департаментов доложили о выполнении поставленных задач. С подростками проводят акции, направленные на правовое информирование, рассказывают о личной безопасности. Несовершеннолетние, состоящие на учете, летом были трудоустроены. Кроме того, продолжается внедрение системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный двор», который также направлен на снижение количества преступлений. Новая программа профилактика правонарушений на 2022-2024 годы. И та программа, которая принята уже, это не догма. Мы можем сейчас, в дальнейшем, все-таки все равно эту программу дополнять, если есть какие-то новые предложения. Это необходимо просто будет даже делать. Далее, коротко о других событиях дня. Крупные производители введут мораторий на повышение цен на хлеб в России. Для стабилизации ситуации правительство выделило из бюджета 2,5 миллиарда рублей. Средства уже направлены в регионы. До конца года стоимость белого и черного хлеба будет зафиксирована на уровне середины марта. Правительство расширяет меры поддержки малого и среднего бизнеса, занятого в инновационной и технологической сферах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Компании смогут получить кредит на реализацию инвестиционного проекта или на пополнение оборотных средств по низкой ставке 3%. Заем до 500 миллионов рублей будет предоставляться на срок до трех лет. Российские туроператоры временно приостановили продажу туров по большинству зарубежных направлений. Такое решение приняли исходя из текущей ситуации с авиарейсами. Глава Ростуризма попросила желающих отдохнуть, ответственно подходить к планированию поездок за рубеж и принимать во внимание всевозможные сложности и постоянно меняющиеся обстоятельства. Шутки, розыгрыши, волнение, торжество и поражение. В областной столице вручили 19 премий «Самарская театральная муза». Впервые с начала пандемии зрительный зал был заполнен на 100%. Кто получил почетные статуэтки в нашем сюжете. На борту нашего самолета мы благодарны вам, что вы воспользовались именно нашей авиакомпанией, потому что у нас самый старый авиапарк в стране. Нам 108 лет. Взлеты без падений – такова более чем вековая история Самарского союза театральных деятелей, который после снятия антиковидных ограничений при полном зале провел церемонию вручения главной губернской премии в области культуры и искусства «Самарская театральная муза». Я рада, что сегодня на площадке «Самарской театральной музы» мы все можем встретиться, посмотреть друг в друга в глаза. Я рада, что это мероприятие проходит офлайн и что сняты у нас антиковидные ограничения, наши залы снова заполнены на 100%. И, конечно же, я желаю всем коллегам и номинантам, и победителям, и те, кто в этом году не получили свою статуэтку, творческих успехов, потому что, пробуя, находясь в постоянном поиске и творя, они и создают то самое чудо, за которое мы так любим театр. На победу в конкурсе претендовали актеры 15 театров Самарской области. Каждый коллектив мог представить на суд жюри не более двух спектаклей, выпущенных в 2021 году. Члены жюри выезжали в театры и оценивали игру претендентов. Конкурс – это такая очень интересная вещь. Те, которые сегодня получат приз и будут признаны лучшими в Самарской области за ту или иную работу, те будут говорить, что это самый справедливый конкурс, что он никогда не проходил вот так здорово. У кого сегодня не будет вот этого самого первого места, тот будет говорить, какой-то сегодня хилый конкурс. На самом деле, это очень важно для нас, потому что нам необходимо иметь взгляд на себя со стороны. Первыми почетные премии на сцене Дома актера получили солисты Самарского театра оперы и балета Татьяна Ларина и Владимир Боровиков. Одну из них вручила руководитель Департамента культуры и молодежной политики Самары Татьяна Шестопалова. Очень, конечно, удивительно. Союз театральных деятелей в нынешних условиях адаптировался к нынешней ситуации. Безусловно, сложно. Конечно, сложно. Но СТД открывает свою авиалинию. В номинации «Лучшая мужская роль в драме» победителем стал актер Самарского театра драмы имени Горького Виктор Мирный. Ему вручили статуэтку за роль Андре в спектакле по пьесе Зеллера «Папа». Он сыграл роль человека, оказавшегося в ситуации, в которой не хотел бы оказаться никто. Человек из деменции, от которого ускользает реальность, который с каждым днем теряет себя. Несколько лет назад, по-моему, три года назад, мы возили в Тамбов спектакль «Жанна». И у меня там большой эпизод, наверное. Там сцена идет 20 минут. И вот я получил за это премию признание. Это вот как бы очередная награда. Но дороже всего для меня признание коллег. Когда после спектакля «Папа», после премьеры заходили коллеги, именно коллеги. Известные актеры в нашем городе. И говорили спасибо за спектакль. Вот это для меня самое дорогое. Лучшей драматической актрисой стала Евгения Оржаева за роль королевы Елизаветы в спектакле Новокубишевского театра студии «Грань» Марии Стюарт. Спецпремию жюри за актерский ансамбль вручили спектаклю «Оливер Твист» театра «Самарта». Молодая актриса театра Анастасия Велемискина получила направление в творческую командировку в Москву. Если бы была возможность награждать за лучшую женскую роль не одну актрису, а вы разговариваете с актрисой, поэтому я понимаю, я представляю, как ожидают и сколько будет радости у кого-то, а у кого-то будет разочарование. Но я еще раз повторяю, что выбор этот был очень-очень сложный. У нас не было абсолютного лидера, это действительно был выбор, и выбор непростой. Всего на сцене Дома актера вручили 19 премий «Самарская театральная муза». Кроме того, премию за вклад в развитие театрального искусства Самарской области, отправление Союза театральных деятелей получил заслуженный артист России Валентин Пономарев. В свои 82 года он до сих пор на сцене, а в его трудовой книжке только одна запись – «Самарский академический театр драмы имени Горького». Виктория Шарой, Николай Епифанов, События. Накал футбольных страстей и долгожданная развязка. В Самаре завершился традиционный турнир памяти спортивного журналиста Владимира Кейлина. Победу в возрастной группе юношей 2010 года рождения одержали хозяева – самарская команда «Олимп». Чем еще порадовали городские команды и как завершился весенний турнир – в материале Михаила Ермоленко. За четыре года тренировок команда «Олимп» заметно выросла и все чаще становится призерами как самарских соревнований, так и областных турниров, рассказывает главный тренер молодого коллектива Сергей Корчагин. Не стал исключением и турнир памяти спортивного тележурналиста Владимира Кейлина. Помимо первого места хозяева взяли три индивидуальные номинации – лучший игрок команды, вратарь и лучший защитник. Тренер уверен – важную роль в каждой победе играют не только профессиональные навыки, но и любовь к футболу. Ребята тренируются с удовольствием, с большим удовольствием, поэтому все должно быть в игре с радостью. Тренировки как праздник, самое главное, чтобы было. А уж игры, как получится, но всегда должно быть направление к победе и получать удовольствие от футбола. В Самаре подвели итоги второго этапа традиционного футбольного турнира памяти спортивного тележурналиста Владимира Кейлина. Награды разыграли коллективы возрастной категории 2010-й год рождения. За звание лучшей команды и заветные медали боролись девять команд из шести городов – Саранск, Пермь, Москва, Миас, Самара и Санкт-Петербург. Во втором этапе состязания в лидеры удалось вырваться только одной команде из столицы региона. Футбольный клуб «Сити» не смог пройти в тройку и закончил борьбу на четвертом месте. Бронзу турнира взяла команда Мордовия из Саранска, а серебро завоевал футбольный коллектив из Перми. Это показывает, что в общем-то и конкуренция у нас здесь большая, да, и то, что непредвзятые судейства. И в общем-то кубок Кейлина не только память ветеранов и деятелей, но и еще возможность ребятам проявиться с себя и весной зайти там в сезон. Шестой традиционный футбольный турнир памяти Владимира Кейлина собрал 39 команд со всей России. Соревнования проходили на стадионе «Волга». Именно здесь начинал свою тренерскую карьеру Владимир Михайлович, а в последние годы возглавлял областную федерацию футбола. За 10 турнирных дней командам из Самары в разных возрастных категориях удалось завоевать три призовых места. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. 30 марта с 9 до 17 часов будет перекрыта холодная вода в домах по нескольким адресам Железнодорожного района. На улице Крылова, Засулич, Новосоветская, Линейная, Мостовая и многих других. С подробным списком адресов можно ознакомиться в телеграм-канале администрации Железнодорожного района. В Самарской области продолжается сбор гуманитарной помощи для людей, прибывающих из Донбасса. В конце февраля открыл двери главный самарский пункт приема помощи на базе колледжа сервисных технологий и дизайна на улице Держинского, 31. Кроме того, в рамках общероссийского проекта «Мы вместе» организована поддержка нуждающихся. Формируются волонтерские штабы и центры сбора гуманитарной помощи. Добровольцы работают в пунктах временного размещения переселенцев, помогают в качестве педагогов и аниматоров для детей, организуют и обеспечивают работу самого штаба, напоминает телеграм-канал администрации промышленного района. В рамках реализации ведомственной программы «Самара социальная» на 2022-2024 годы студентам, обучающимся по программам высшего медицинского образования, осуществляется ежемесячная выплата в размере 1 тысячи рублей. Выплату уже успели оформить 143 человека. Подробную консультацию по данной мере поддержки можно получить по телефону 332-16-36, сообщает телеграм-канал департамента опеки, попечительства и соцподдержки «Самары». Телеграм-канал «Вести» с Дворянской продолжает рубрику «Красивая Самара» и рассказывает о скульптурной композиции «Водная лыжница», которая с советских времен украшает набережную в районе второй очереди. По имеющейся информации, скульптура появилась в городе в 1960-х годах. Она символизирует интерес советской молодежи к водным видам спорта. А за новостями в телеграм-канале «Самара ГИС» ежедневно следят почти 2000 пользователей. Подписывайтесь на нас, чтобы в числе первых узнавать о главных событиях в Самаре и регионе. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова